Дорогие друзья, большой-большой привет! Готовим очень вкусный, нежный, воздушный, закусочный рулет. Замечательно и красиво смотрится на столе, а готовится просто и быстро. Готовим очень-очень простой рулет. Тесто самое элементарное, готовится очень быстро. Нам понадобится 4 яйца. Отделяю белки от желтков. В желтки добавляю соль. Добавляю не очень много соли, поскольку еще в белки тоже буду добавлять щепотку соли. Добавляю 150 граммов сметаны. Хорошенько перемешиваю. И добавляю 50 граммов муки. И еще раз перемешиваю так, чтобы не было комочков. Возвращаемся к белкам. Добавляю щепотку соли. И взбиваю миксером на высоких оборотах до пышной пены. И теперь осталось добавить белки в несколько этапов. И аккуратно перемешать так, чтобы по максимуму сохранить пышность белков. Я вот таким образом перемешиваю лопаткой снизу вверх. Так, и добавляю следующую партию. Тесто переливаем на противень. Разравниваем. Противень я застелила бумагой для выпечки. Бумага для выпечки обязательно должна быть хорошего качества. Иначе тесто обязательно прилипнет. Вот у меня так было. Или можно на силиконовый коврик, например, вылить. У кого что есть. Аккуратненько разравниваю. И отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов минут на 10. Бисквит должен подзолотиться. Сниму бисквит с противня. Сейчас бисквит переверну и аккуратно отделю от бумаги. Так, бисквит пусть пока остывает. Итак, а теперь приступаем к приготовлению совершенно изумительной начинки для рулета. Очень необычной. Здесь у меня творожный сыр. Я творожный сыр готовлю из замороженного кефира. Ссылочку я оставлю под видео в описании. Еще раз хочу уточнить, что кефир должен не сильно кислить. Тогда сам творожный сыр в итоге получится абсолютно нейтральным, нежным, очень вкусным. И в творожный сыр я добавляю целую баночку. Здесь 130 граммов икры минтая. Вот в итоге получается совершенно изумительная штука. Ничего не понятно, из чего сделано, что там внутри. Но очень-очень вкусно. Ну, соответственно, икру минтая можно заменить на какую-то другую икру, которая вам нравится. Можно заменить на селедку, можно заменить на красную рыбу. Или порезав небольшими кусочками. Или провернув через мясорубку. Или измельчив в блендере. Это уже на ваше усмотрение. Сейчас размешаю и попробую. Наверное, солить уже не придется. Очень вкусная штуковина. Я все-таки немножко все равно подсолю. Кус получается нежный и приятный. Если хочется более насыщенного вкуса, можно добавить побольше икры. И здесь я подготовила овощи. Вот таким образом тоненько нарезала. У меня огурец и болгарский перец. Я взяла желтый и красный. Очень красиво будут смотреться на разрезе. Возвращаемся к бисквиту. Он остыл. Смазываем его творожным сыром с икрой минтая. И выкладываем овощи. И осталось плотненько завернуть рулет. Рулет лучше всего все-таки убрать на некоторое время в холодильник, завернув в пищевую пленку. Но вообще говоря, можно и сразу нарезать на кусочки. Просто он будет менее плотным. Нарезаем на кусочки и подаем к столу. Рулет получается нежный, мягкий, воздушный и очень вкусный. Украсит любой стол, даже праздничный. Попробуйте приготовить и от всей души желаю вам приятного аппетита! Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч! Пока-пока! Увидимся!